Итак, с чего начиналась РКК, Мурская оригинальная корпорация Каратэ Кёкшенкай. В начале 90-го года произошел конфликт между Федерацией СССР Каратэ Кёкшенкай, которого завоевал Танюшкин Александр Иванович, и Восточно-Российская организация, которого завоевал Исааков Евгений Николаевич. Ну, так как я являлся учеником Исаака Евгений Николаевича, я поддержал его сторону. И в 91-м году я, в составе сборной Российской Федерации, должен был участвовать в чемпионате мира. Но в связи с тем, что нам по каким-то причинам не открыли визы, мы остались на месте. И вот с Павлюковым Сергеем мы решили написать письмо в штаб-квартиру Икохомбу в Токио, что мы такие-то, такие-то, у нас только-то учеников тренируются, мы хотели бы посетить Токио с стажировкой. И вот в конце декабря пришел нам вызов. В конце февраля мы уехали, в 92-го года, мы уехали в Токио на прохождение стажировки Икохомбу. Конечно, было очень много впечатлений. Первый раз увидели, что такое истинное, так сказать, хомбо доджи. Увидели там много очень японцев. Ну и самое главное, увидели и познакомились с легендой Кюкшина. Это Масту Атсайям. Также в тренировочном процессе вместе с нами принимал участие и Шокей Мацуи. Он по средам проводил тренировки, мы с ним вместе тренировались. И в конце марта была беседа с Масту Атсайямой на тему заключения бранч-контракта на территорию Морской области и Российской Федерации. И уже вот в апреле, по завершению нашей стажировки, где-то около 15-20 минут была беседа с Масту Атсайямой, я и Павлюк. И был торжественно мне вручен бранч-контракт. В ходе стажировки, значит, я также участвовал и Сергей Павлюк в Дантесте, мы успешно с ним его прошли, ну по такой же стандартной схеме. Около 3-4 часов мы сдавали Кихон, Ката, ОФП, потом час перерыв, и мы потом сдавали Кумите. 10 боев по 2 минуты, успешно их прошли. Вместе с нами на данные сдавали также и японские учидеши, тогда еще в учидешах был еще Николас Петерс и представитель Австралии Джет. Вот по завершению стажировки и успешной сдачи на черный пояс я приехал в Российскую Федерацию Морской области, и мы с моими коллегами, учениками, это Смирнов Дмитрий Олегович, Синегубов Виктор, Сикорский Владислав, Будай Алексей, мы зарегистрировали и открыли Амурскую оригинальную организацию «Карате Киукушенка и Кан». Это случилось 2-го, 06-го, 92-го года. И вот с тех пор мы успешно работаем на территории Амурской области, Российской Федерации, и сейчас уже мы имеем международную организацию. Продолжение следует...